О, привет! Заходи! Только сначала вытри ноги и подпишись на канал. Я уже очень-очень много раз сталкивалась с такой ситуацией, когда человек приходит ко мне на консультацию или просто пишет мне в личку, Бая, ну что делать? Я хочу проходить курсы условного голодания, я хочу очищать свой организм, но я каждый раз срываюсь. Либо я прохожу очередной курс, но проходит какое-то время и мне нужно словно на него зайти, а я никак не могу собраться, а мне не хочется, а у меня нет силы воли и так далее и тому подобное. То есть люди как бы головой понимают, что голодание это полезно. Но в данном случае я говорю про условное голодание, потому что я сама практикую только условное, практиковала точнее условное голодание и те, кто ко мне обращаются, они обычно наслышаны именно об этом методе, о методе условного голодания по системе Марвы Аганян. Люди, которые ко мне обращаются, очень часто жалуются на то, что у них это не может никак войти в систему. То есть они понимают, что это полезно, что их оздоравливает, но никак не получается войти в систему. Здесь ответ только может быть один. А если человек всю жизнь питался самым традиционным образом, если он имеет совершенно загрязненный кишечник, то ему очень трудно совершать вот это мероприятие под названием условное голодание, потому что у него возникает много самых различных неприятных эффектов, которыми обычно сопровождается курс условного голодания. Это индексикация, это недомогание, это обострение хронических заболеваний, это частые приступы голода, ну и многое другое. То с чем сталкиваются люди впервые, начинающие условно голодать? Ответ только один. Не надо начинать условное голодание резко. Вот так с бухты-барахты, из традиционного питания вдруг раз и сразу переходить на длительный курс условного голодания. Делать этого не нужно. Нужно прежде всего приучить себя к этому постепенно. Приучать свой организм с помощью разгрузочных дней, с помощью облегченного питания, с помощью постов, временных отказов от животного белка и так далее. То есть есть много различных подходов, конечно же, каждый раз индивидуальных к разным людям, в зависимости от того, какой у них склад, какой у них привычки в питании, какие у них заболевания. Есть много подходов, которые помогают человеку постепенно приучать свой организм к такому замечательному оздоровительному мероприятию, как условное голодание. Поэтому, пожалуйста, не бросайтесь вон с головой, жалейте себя, щадите себя и делайте все для того, чтобы ваш организм плавно входил в новое состояние. И тогда вам и сам курс условного голодания будет даваться легче и будет меньше неприятных побочных явлений. И каждый раз, когда вы задумаетесь снова пройти свой очередной курс очищения, вам очень легко будет собраться и даже силы воли не потребуется. И вообще, помните всегда о том, что любые манипуляции, которые вы производите со своим организмом, лучше, чтобы они были плавными и не вносили такого шокового эффекта в вашу спокойную, разведенную жизнь. Пока, до встречи и посмотри еще вот это видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok